Отказаться от устаревшего мышления эпохи Холодной войны и создать новую концепцию безопасности. С таким призывом обратился министр обороны КНР Чан Ван Цюань к участникам 7-го Сяншаньского форума на церемонии открытия мероприятия в Пекине. В том, каким ими видят международные отношения нового типа в Китае, разбирались мои коллеги. Усиление диалога и сотрудничества в сфере безопасности и построение международных отношений нового типа. Под таким лозунгом начал работу Сяншаньский форум. Своим мнением относительно нового мироустройства поделился член госсовета и министр обороны Китая Чан Ван Цюань во вступительной речи. «Страны очень тесно связаны друг с другом в сфере безопасности. Ни одна страна не может обеспечивать собственную безопасность только своими силами. И ни одна страна не сможет гарантировать безопасность всему миру. Нужно срочно отказаться от устаревшего мышления эпохи Холодной войны и создать новую концепцию совместной, комплексной и устойчивой безопасности, основанной на сотрудничестве». По словам министра, мир и развитие человечества сталкиваются с целым рядом новых вызовов и угроз. Отдельные страны стремятся к абсолютному превосходству в военной сфере, создают всё новые коалиции, пытаясь обеспечить собственную безопасность, жертвуя безопасностью других. «Китай призывает все стороны пойти по новому пути, стремиться к диалогу в противовес противостоянию, устанавливать отношения партнёрства и воздерживаться от заключения союзов». С такой же точкой зрения выступил заместитель министра иностранных дел Китая на пленарном заседании форума. Дипломат отметил, что все страны должны придерживаться принципов сотрудничества, открытости и устойчивого развития, создавая новую систему безопасности, основанную на идеях консенсуса и нормах международного права. Эти высказывания сразу же вызвали отклик у экспертов. Исследователь Военно-морского института Китая Джан Дюньше поделился своим видением новой концепции. Здесь два ключевых момента. С одной стороны, споры между странами должны быть урегулированы путём диалога, консультации и переговоров. Применение военной силы и введение санкций не помогут разрешить проблемы. Это легко понять, если посмотреть на развязанную Западом войну в Ираке и Ливии. С другой стороны, страны должны устанавливать отношения сотрудничества и партнёрства и прилагать совместные усилия для развития региона. Взять, к примеру, китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнёрства. Эти отношения не носят союзнический характер и не направлены против третьих сторон, но они полезны для сохранения стабильности в регионе. А секретарь Международного военного института Китайской академии военных наук Чэнь Сюэхуэй отметил следующее. Эта инициатива созвучна внешнеполитическому курсу Китая. Мы нацелены на сотрудничество и взаимный выигрыш. Реформирование архитектоники глобального управления и создание сообщества с единой судьбой – это темы, которые важны на глобальном уровне. По мере повышения своего статуса на международной арене, Китай, разумеется, должен выдвигать собственные идеи по этим вопросам и вносить всё больше вклад в разрешение глобальных проблем. То, что Китай со всей ответственностью относится к этому, видно даже из главной темы и общей тематики форума. Большое внимание происходящему на форуме уделили и средства массовой информации. На официальном сайте Народно-освободительной армии Китая говорится, что если раньше во встрече принимали участие в основном представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то теперь на неё съезжаются и из Африки, и из Латинской Америки. А значит, список обсуждаемых вопросов выходит далеко за рамки региональных. Это полезно для всего мирового сообщества, для разрешения глобальных проблем и укрепления международного сотрудничества в сфере обороны. Газета Тагунпао пишет, что одной из тем для обсуждения стала морская безопасность. Участники мероприятия призвали к сдержанности в спорных вопросах и поиску компромиссов. По их мнению, крупные страны должны проявить больше ответственности, а небольшим не стоит вести себя слишком агрессивно и безрассудно. Старейшая англоязычная газета Сянгана, South China Morning Post, написала, что на форуме вряд ли удастся избежать обсуждения таких остро стоящих вопросов, как Южное Китайское море и размещение американской системы противоракетной обороны в Республике Корея. По мнению авторов статьи, даже если не удастся найти практических решений, обсуждения и обмен мнениями по этим проблемам будут полезны. Агентство Синьхуа пишет о том, что с 2006 года, когда был проведен первый форум Сяншань, он уже стал признанной в мире международной площадкой для обмена мнениями по вопросам безопасности и обороны. В рамках форума также состоятся теледебаты и молодежные семинары. Чтобы привлечь к вопросам обеспечения мира и стабильности на планете еще более широкую аудиторию. В Сяньшаньском форуме в этом году принимают участие свыше 400 представителей 64 стран и международных организаций. Они обсуждают вопросы, связанные с ролью военных в глобальном управлении, с новыми вызовами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с обеспечением морской безопасности и с борьбой с международным терроризмом. Отмечу, что Сяньшаньский форум был учрежден в 2006 году по инициативе китайских академических ассоциаций. В этом году форум продлится три дня.